МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Половина пути. В регионе работают шесть реабилитационных центров. По опыту эффективность некоторых применяемых методик там достигает почти 60%, но этого недостаточно. Неплохо было бы, чтобы это приобщало другие организации тоже, или сподвигало их тоже на такие вот благородные, как говорится, дела. Вот о чем я хотел сказать. Это как-то мы готовы сегодня сделать. Предпринимаются такие усилия? Мы периодически публикуем в СМИ такую информацию. Как я уже говорил, у нас в Кусской области одна такая организация внесена в официальный реестр. Кроме того, внесены организации из Воронежа, Москвы и Тула. Вырабатывать иммунитет к болезни века помогут юные активисты. Спортсмены, волонтеры и лидеры общественных организаций с 26 марта вышли на антинаркотический фронт в официальном статусе. Лично я вижу создание молодежной антинаркотической комиссии как антинаркотический проект в сфере реабилитации молодежи, которая уже употребляет наркотики, и как совещательный орган. Активно работают и силовики. Перекрыт канал поставки героина из Воронежа. Разработку преступной группы велись декабря 2014-го. Нескольких торговцев смертью уроженцев Таджикистана арестовали сразу. Последнее задержание стражи порядка провели на неделе. При себе у мужчины было около 20 граммов порошка. Еще одну партию расфасованных доз он хранил в съемной квартире. В настоящее время все участники группы арестованы. Они являются фигурантами уголовного дела. Законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков, распространяемых в составе организованной преступной группы, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Всего в ходе месячника «Курский край без наркотиков» до потребителя не дошло порядка 10 килограммов психотропных веществ. В том числе и около 2 килограммов особо опасной синтетики – спайса. Помочь оперативникам в выявлении наркопреступлений и фактов употребления дурмана можно по телефону горячей линии 56 11 00. Она работает круглосуточно и анонимно. Кристина Кононова, Максим Леонов. При содействии Пресс-службы управления МВД России по Курской области.